приветище ты не поверишь где нахожусь я нахожусь нахожусь и прямо так и нахожусь фарминг симулятор и знаешь что мы сегодня будем с тобой фармить древесину правильно продолжим род деятельности лесоруба точнее станем леса водом и нам тут сразу говорят у вас хватит денег только на небольшую ферму потому что вы нищеброд для начала вам нужен участок несколько построек инструменты продавайте продукцию и расширяйте ферму короче мы как в реальной жизни с тобой начинаем фермерскую нашу деятельность ну как фермерскую лесоводческую прикольная ферма что это такое растет подсолнук что то есть подсолнуки семок хочешь я не хочу значит так что нам нужно сделать нам с тобой для начала нужно где-нибудь найти участочек где мы смогли бы посадить кучу деревьев значит давай откроем карту вот так вот ой маловато будет больше надо о вот это другой разговор значит нам нужно с тобой прикупить участочек а где деньги где мои деньги сколько денег-то у меня о баланс отлично у нас тобой 500 тыс хотел сказать баксов но это евро евриков у нас тобой короче нормально ищем себе фермочку фермочку на 500 тыс баксов как мне выбрать то здесь как мне участок купить так значит нам нужно пшеница не нужна ячми не нужно овес не нужен хлопок это все лабуда не нужна нам нужна древесина вот тополь тополь нам подойдет где тополь есть а я понял тополи растут где-то по периметру а на полях то их нету значит придется самому все засаживать вот ее корней ладно значит засадим сами покупаем участочек переходим к покупке какой бы участочек купить что это у нас стоимость этого участка триста шестьдесят две тысячи евро ошалеть можно но здесь три поля и это очень круто но они маленькие это не очень камильфо но зато здесь по периметру кучи тополей а мне побольше тополей вот например вот тут тополей дофига но полей нету это беда здесь у нас какие-то здания здания ко мне вообще никакого отношения не будут иметь я их не могу купить это как бы государственная собственность значит где чтобы прикупить то с полем я думаю что мы с тобой прикупим 18 участок он стоит всего 171 тысячу евро здесь есть лесочек и есть поляночки где мы можем высаживать любые культуры я думаю что нормально купить в общем покупаем вы хотите купить участок за 171 тысячу евро конечно я хочу покупаем отлично почему-то он стал зелененького цвета словно там какая-то аномалия но ничего мы вот здесь находимся поле наше здесь придется как-то туда добраться как добраться правильно на своих двух машин то нету да пошутил я да нафиг топку эту машину и свои ноги мы поедем на поезде романтика нажимаем тап и все мы с тобой в отделы поезда это уже симулятор поезда ёкарный смотри как тут мы можем погудеть она все людишки разбежит а подожди 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 где мы едем а так вот мы сейчас практически подъедем к нашему полю отлично какой здоровый поезд и да между прочим я могу им управлять могу вообще отключить хопа и все мы мы не едем я заглушил двигатель мы просто катимся у прям по мосту спокатился дело в том что поезд это своего рода общественный транспорт на который могу залезть когда угодно нажав кнопочку tab все встали чё встали не знаю заводим двигатель как в тачке завелись и поехали давай 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 корыто шевелись блин так а я же уже почти приехал в мое поле вон там мое поле надо выходить выходим ух ты шьёкарный все кинули поезд пускай там стоит а мы движемся к наш поляночки ух какие здесь тропинки налево пойдешь волк встретишь направо пойдешь любовь найдешь что вот оно мое поле так оно из ахея на чем-то смотри что это пшено что ли о да это кукуруза по моему да это точно кукуруза владелец я ништяк выкупили этот участок а это что у нас тут рядышком за здание это кто-то здесь строится слушай дом свой строит или фиг его знать что он строит значит отлично у нас здесь есть поле есть древесина на этом участке и вот этот рухляч я еще пока не въехал что это такое но ничего разберемся я еще новичок фермерском деле так что все еще впереди все начать конечно же нам нужен инструмент и машина пойдем в магазин а вот и магазинчик здесь у нас кучу всякой разной техники ты посмотри малый тракт грузовики картофеля уборщики хлопка уборочная техника короче всякого автомобиле то что нам нужно чё-то маловато как-то больше здесь два пикапа какие-то нищебродных знаешь ладно покупая вначале ушатанную шайтан машину дешевую ташманскую но хотя 300 евро не совсем и дешево ух ты как он приколенький вместительный я думаю что пару бревен я на нем точно буду увозить короче это пикап 1978 года дырявая корыто 30 тысяч бахов а чешуеть можно вот серьезно короче мы можем его либо купить за 30 тысяч евро или арендовать я думаю что мы его купим покупаем забрать покупку можно в магазине отлично мне еще до магазина тарабаниться нужно значит что по инструменту мне нужен инструмент срочно где его достать где инструмент это у его смотри цепные пилы вот они бензопилы отлично вот тоже мне нужно сколько брендов а я даже не знаю какая крутая бензопила давай короче вот эту черненькую просто купим и все она мне больше нравится хотите приобрести товар конечно хочу мне надо как-то деревья пилить окай все вроде бы машину купили бензопилу купили принципе можно уже начать потихонечку смотри бензопила появилась отлично кручу верчу а перед могу так и так могу спилить могу отлично но для начала нам нужно забрать машину где наш машина ей надо достать где надо забрать куда идти отлично где мы едем о рядышком с магазином ахишуена так вылазим спасибо тебе спасибо мой общественный транспорт а если я на него запрыгнул папа а прикинь у меня не катит так просто вот это дело чуть 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 у меня запалили до что я запрыгнул типа я этот как он зацепер не я не чуваки я я в магазин вообще так у вот он мой пикап отлично новенький правда 1978 года но пойдет садимся в него ух как здесь круто офигенный вид а вот это я очкастый и без бороды до на затовке парики в красненькой рубашке как положено лесорубу ну что на фоне мусора поехали вначале заведите двигатель здесь не все так просто запустить двигатель запустил хуху кошерно все поехали короче домой сейчас начнем с тобой рубить древесину опачки как круто едет от первого вида то от первого лица так что то я куда то не туда поехал мне надо развернуться срочно блин здесь еще и топлива есть и чинить тачку надо ошалить можно просто вот мне в ту сторону вроде надо ехать ну давай поехали пикапер ты чё наконец-то я думал застрял в песочке сухом на солнышке отлично все едем главное не врезаться никуда а поезд до сих пор стоит ищет видать зацепера какого-то как здесь насчет правил дорожного движения все ништяк о есть звуковой сигнал офигеть он еще и музыкальный роскошно живем так это мой поворотик отлично сосед за цене мое на вытащило значит знаешь чё фигово что к моей ферме так просто не подъехать дороги нету чё если с этой стороны заехать ааа шиш тебе тоже нифига нету ооо это чё у нас за пункт приема чё там принимает интересно лан фиг с ним потом разберемся для начала нужно срубить пару деревьев срезать так сказать вот тут встанем все глушим тачку тишина выходим достаем нашу бензопилу и как бы развернуть вот так отлично приступаем к распилу так а она на тачку то мою не грохнется а то тачка то новокупленная чинить сразу же придется значит ладно вот так вот вот здесь ух ты ж нифига себе вот это мощно не то что топорики взял да срубил мощно о достижение а что значит ожидаемое я вот не понял ну ладно ну вот дерево мы срубили осталось только убрать веточки как веточки убрать веточки убрать можно как-нибудь просто веточки не убирается что-то какая-то беда похоже их придется тоже пилить значит вот так вот выбираем о точно их придется тоже пилить ладно чё срезаем есть готово тихо дерево не падай не падай вот здесь тоже надо резануть как я поехал то а далеко значит деревяшку вот эту а фиг я ее подниму своей ручей щита могучий тяжелая деревяшка оказалась сейчас мы так не надо как-то так стать чтобы я сам-то не грохнулся когда распилил тут нафиг все наверно наверно вот так вот надо давай вот так да вот же ж я тупица все равно свалился значит ну-ка есть теперь могу тащить потащили в кузов вот так вот кладем что-то на ней нет ты ты ляг деревяк ты чё стоишь ты ляг как тебя положить то а о наконец вот так вот ништяк то сюда еще влезет сейчас притрабаню вот этот кусочек а ну-ка иди сюда оу оу да кон с листьями блин надо надо листья обрубить что-то как-то слишком да надо напополам распилить раскидаем что здесь все чтобы было пока мильфо так теперь нужно вот эту толстенную распилить интересно смогу ли я утащить вот такой кусок ого блин не слишком тяжело на пополам тогда пилю ну вот и пенек 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 а пенек то тяжеленный оказался еще надо пилить напополам так ну ка о настоящий пень закидываем сюда все и вот этот пенек еще чуть-чуть нагружу и все хана будет так что все я завязываю ремень чуды ремень отчеты ремень чуды но все вроде не должно упасть еще и чуды дерево то где он из принимает значит рядом с нами смотри это прядельная сюда хлопок и прочь всякую лабуду наверно сдавать надо перепук хотел сказать перепупщик животных перекупщик животных восточный зерновой элеватор это не надо раньше не надо лицопилка вот куда нам надо блин это конечно не ближний свет на что делать-то поехали главное не заблудиться ай блин вечно забывает двигатель заводить ты слышали мне показалось подожди такое ощущение как будто тут вертолет летел он все заводимся поехали уехали задний ход лимит скорости 35 километров в час да кому это надо я не знаю сколько у меня у меня 121 километров в час максималка так что помчали главно не ушататься в какой-нибудь дерево хотя я сам нифига себе вот это жестко было я думал час хана моей новой тачки но мне портанула все обошлось догнал кого-то еще вы здесь так медленно ездить это же трасса мы чая здесь надо блин почему у меня круиз-контроль не работает а я с лимит скорости десятки метров в час установил уже под сотню гоню что-то дела надо сбросить тихо 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 мне кажется что я лесопилку проехал вот она же вот у нас же лесопилочка то задний ход давай 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 поехали вот на лесопилка отлично тоже нам нужно здрасте где здесь выгружаться а у меня значит сейчас выгрузимся вот так выходим блин тачку забыл заглушить вот так вот снимаем наши ремни убираем точнее их огонь и скидываем все сюда на землю мне вот интересно сколько я за это все получу так и вот эти большие осталось еще выгрузить и все вот это вот наверное зря я вообще погрузил она такая маленькая за ним мало дадут вот так ну что пойдем продадим чтобы продать нужно подойти к этому значку о продать дерево 800 евро почти бензопилу отбил она косарь стоила ну чё в принципе неплохо он погнали отсюда больше ловить здесь нечего я тут подумал что нам как бы нужно поле освободить от кукурузы и посеять там дерево но чтобы это сделать нам нужно купить специальную технику а это я тебе скажу не дешевое удовольствие блин знал бы что на этом поле что-то засеяно не купил бы его через столько геморроя с ним значит полезли в магазин для того чтобы собрать эту кукурузу нам понадобится комбайн ищем комбайн 10 комбайн а вот уборочные машины это то что нам нужно а вот и комбайны ценник у них конечно не сладкий и отличается он тем что у каждого комбайна своя вместительность зерновых культур ну и также вместительность топливного бака я думаю что для моего поля в принципе должно хватить вот этого желтого но я надеюсь я же новичок в этом деле я вообще фермерстве дуб дубовый давай перейдем к покупке или каренди не лучше арендовать его на день зачем его покупать за столько средств и за час работы могу 5000 отдать и все короче арендую все комбайн мы арендовали но для того чтобы собрать урожай нам еще необходимо жатка подходящая пойдем смотреть эту жатку где она чтоб ее есть то сколько здесь инструментов йокарный во жатки текст смотрим о для нашего она 32 тысяч стоит в аренду возьмем заходим и арендуем о какой же он огроменный а время то кстати идет я живу в аренду взял я его не купил и так что денежки капают а вот жатка для комбайна нашего ну что ладно садимся в наш комбайн ух ты как лесенка убирается ну-ка от первого лица вид блин сколько здесь кнопок всяких кока приборов ух да долго придется мне тут разбираться значит заводим машину ешки матрешки а какой дребедень стоит значит нам сейчас нужно подцепить жатку я походу не с той стороны заеду да блин как живи подцепить то о отлично зацепил ништячок ну все можно ехать домой блин ну это же с кабиной вид вообще устрашающий словно зомби апокалипсис какой-то сейчас начнется я тут на своем комбайне всех мещить буду опс знак сбил самое страшное то что тачка то в аренде небо и не ушатать хотя сложно назвать это тачкой да что ж такое то все знаки сбил где нитро не это 25 километров в час дайте мне сил доехать а не ушататься бы нигде заезжаем разворачиваем комбайн вот так вот сейчас он развернется про и все развернулся да теперь нам нужно опустить жатку она же у нас приподнята как она едет хорошо же за дела то как мимо собирать о поехал наконец-то отлично давай давай собирай что-то что-то не собирается нифига я только порчу урожай чтоб чтоб меня фермер из меня вообще не выходит так ладно лезем в магазин комбайн то по-любому нужен значит я с жаткой что-то напутал жатки свеклоуборочная початка собирать ее пересет и початка собиратель мне нужен был кукуруза в початкой не растет вот жеваной кукуруза значит так берем в аренду початка собиратель какой только но я не знаю вот этот наверно о наконец-то допилили я случайно короче одно арендовал другую купил ну что поделать горе фермер отсоединяем отлично то что надо есть он подошел отлично все погнали теперь на ферму ну что наконец-то я щас соберу эту кукурузу надеюсь что в этот раз все получится значит так опустить жатву развернуть комбайн ну все вроде все выполнил включаем и помчали давай поехали и получается ты посмотри собирается так птичку чуть не засосала давай все собираем здесь аккуратненько ну вот и все да я даже пол поля не собрал у меня комбайн уже забился придется еще технику в аренду брать значит нужен трактор а вот и трактор блин я уже столько техники всякой набрал в аренду это жесть какая-то значит щас цепанем наш этот прицеп и поедем давай заднюю врубай вот так вот все помчали какой же шумный трактор вот так лучше короче я сегодня еще и трактористом буду работать просто чума встаем вот так вот я думаю что так должно хватить сзади и вытаскиваем наш трубу вот так вот она вытаскивается чё неужели далеко встал хотя не должно быть нормально во встал вот так вот так точно посыпется туда куда надо значит открыть крышку открываем о пошла жара все еще сюда засыпется и можно продолжать работать комбайном вот так вот бывает начинаешь вроде лесоводом лесорубом рубишь деревья а потом переходишь на кукурузу и занимаешься ей ну ничего в следующей серии я очищу это поле мы с тобой засадим здесь деревья купим крутого оборудования и машин чтобы обрабатывать дерево и вот тогда то бизнес попрет ну а на этом все если тебе понравилось то есть тебя лайкосик коментосик под видосик и подписочка чтоб не пропустить следующего видосика ну а я на этом с тобой прощаюсь удачи тебе и пока увидимся в следующем видосике удачи